Мы представители инициативной группы села Усть-Курдюм, которая занимается организацией вопросов проведения референдума местного на предмет уточнения, хотят ли жители присоединения к городу Саратову. По нашему мнению, большинство выступает против, и сейчас все эти обстоятельства нам приходится отстаивать в судебном порядке. А сегодня мы сюда пришли для того, чтобы указать и просить заместителя генерального прокурора обратить внимание на тот факт, что прокуратура Саратовской области выступает не на стороне граждан, а всячески поддерживает решения чиновников, которые находятся в такой связи между собой депутаты, чиновники, суд и прокуратура. Вот, собственно говоря, это цель нашего сегодняшнего визита, это обратить на это внимание и просить о рассмотрении беспристрастно, честно, и для того, чтобы мы могли, возможно, дальше идти и отстаивать свое право на референдум. Вы хотите свое обращение передать лично? Да, мы подготовили обращение и хотим сегодня его вручить. Здесь обращение содержит основные моменты тезисные текущей ситуации, наши предпринятые действия и наши просьбы, и приложения к нему, определенные факты подтверждающие и, в общем-то, содержащие дополнительную информацию. Вот вы сегодня пришли раньше и пытались пройти в здании прокуратуры. Что вам сказали? Нам сказали, главный вход не открывает и непонятно. На наши звонки и просьбы открыть никто не отвечает. Даже информационный материал никакой не дает. Я прошел на проходную, спросил здесь присутствующих дежурных. Они тоже не владеют этим вопросом. Дали мне два номера телефона. 1051 и 1053. На 1051 ответила женщина, девушка, которая сказала, «Какой у вас вопрос?» Я озвучила, что муниципальное образование Усть-Курдюм о неприсоединении к городу Саратову. Коротко и ясно. Потому что, если рассказывать все, это уйдет минимум полчаса. Она подумала, сказала, мы тут сейчас рассматриваются вопрос, может быть, в отдел, может быть, куда-то к другому. Я говорю, нет, только замгенерального прокурора. Мы пришли к нему на прием. Нам, мне сказали, подождите, вот я уже жду 10-12 минут, тишина, никто не интересуется, не спрашивает, что мы здесь делаем и для чего мы пришли. А к вам обещали выйти? Обещали выйти, но выйдут или не выйдут, не знаю. Я, например, почему-то создается впечатление, что никто не выйдет. Это я и он. А вот, я с девушкой. И камеры, можно с вами? Вы решите, вот прошу. Можете? На Кшишкина? Замгенерального прокурора, это, генерального прокурора на приеме? Тоже, что вы записали? Мы пробовали, мы не дозвонились. Мы полчаса, наверное, звонили, но линия все время занята, занята. Наверное, люди звонили. Посмотрите, пожалуйста. О неприсоединение. У нас есть обращение, мы хотим... Нет, мы хотим это обращение вручить. Ну, о неприсоединении муниципального образования Ускурдюм в городе Саратове. У нас есть документы обращения... Которые мы хотим вручить именно для внимания Николая Анатольевича. О неприсоединении муниципального образования Ускурдюм в городе Саратове. Ну и прокомментировать в двух словах. Вам удалось пообщаться с господином Шишкиром? Да, Николай Анатольевич нас принял. И нам удалось ему донести, рассказать суть происходящего по нашему вопросу, вручить обращение, которое содержит приложение, подтверждающее наши, в общем-то, изложенные доводы. И теперь вот у нас зарегистрировали копию нашего обращения. Мы теперь будем ждать ответ и надеяться на то, что вмешательство вышестоящего органа будет положительно отразиться на протекающих у нас процессах. Ну, какие-то свои... свой взгляд на проблему он вам высказал? Да нет, конечно. Пока никакой информации... Ну, даже если какой-то информацией он был снабжен, то в любом случае он спросил нас только одно. Что именно вы не хотите? И мы сказали, что мы не хотим присоединения к городу Саратову в той форме, в которой это делается сейчас с нами. Что мы хотим референдума. А все остальное он попросил документы и возможность их изучить. То есть вы будете ждать ответа? Да, мы будем ждать теперь ответа. Вы удовлетворены встрече? Я удовлетворен пока на сегодняшний момент встрече. Встретили нас нормально, встретили хорошо. Мы озвучили все свои проблемы и вопросы, нас внимательно выслушали. Мы передали документы. И у нас есть хоть небольшая, подчеркиваю, небольшая, тут развиваться нельзя. А небольшая надежда на то, что хоть какие-то сдвиги в нашем болоте под названием Саратовская область будут. Именно будут сдвиги какие-то. И мы выйдем на референдум и согласно закону и конституции проведем референдум. И там люди сами должны определиться, куда они хотят. То ли к Саратову, то ли остаться на тех условиях, на тех местах, где они проживали десятками поколений.